Планерка Висполкомия во вторник началась с подведения итогов прошлой недели, которая благодаря созданию в Славутиче арт-резиденции превратила наш город в столицу семантичного сюрреализма. 29 художников приехали в наш город, привели 115 экспонатов, в городе прошло 5 выставок, и все они продолжают свою работу до 22 сентября. Отдельно мэр отметил тематический семинар по развитию туристического направления, связанного со Славутичем и Чернобылем. Чернобыль, магнит, туристический номер один в Украине, это точно. Я бы сказал, навіть в свете, если правильно его раскручивать, в такой локации, иншей впознавленности в свете нет просто. Просто нет. Ну, Эйфелева вежа, пирамиды, может быть, и Чернобыль. И еще в одном направлении, с точки зрения мэра, мы можем быть вполне конкурентными. Это наука, образование и просветительская работа. Далее на планерке коснулись динамичного развития политической жизни страны. И, судя по всему, уже весной, вероятно, в апреле 2020 года могут состояться местные выборы. А тут возможен и сюрприз для Славутича. Есть три варианта развития ситуации, и все, вероятно, будет зависеть от решения Кабмина. Славутич может оказаться в составе Черниговской области. Есть еще два варианта. Время покажет. И вторая сложность, которая также очень важна для нас, и этот процесс активизировался, это восстановление, по сути, восстановление преференции специально-экономической зоны Славутича. Вот это, чего сегодня нам точно не хватает. После завершения международных проектов, наварка заканчивает свою работу. До конца года осталось 10-15 человек, не больше. Наши втраты, что наименьше, будут складывать 8-9 миллионов гривен на рік, на ближайшие периоды. Это лишь прямые втраты от наварки. Вот такие вызовы ожидает Славутич. А далее рассмотрение вопросов о приближающемся отопительном сезоне. Если зайти на сайт «Нафтогаз Украины» и посмотреть на перелик предприятий, которые не имеют возможности включить газ через ту или иную проблему в цьому перелику, сегодня, на счастье, и это очень хорошо, нашего предприятия, правительственного коммунального господарства, нет. Мы выполнимо, сумминно, собрали свои договоры о реструктуризации. Что месячные этажи находят вчасно до «Нафтогаза». До нас нет претензий, что до этого. И мы имеем все представления для того, чтобы с нами был укладен договор на опаливанный сезон, на постачание газа. И включено в реестр номинацию на ближайший период. Главный инженер ЖКХ напомнил о приближающихся холодах. Действительно, прогнозные показники такие, что температура упадет 27 числа уже будет ниже 8 градусов. Поэтому мы думали с 10 числа, как по прошлому году планировали, но вынуждены были в связи с таким прогнозным понижением температуры обратиться в «Облгаз» на замену шайбы на зимнюю. Сейчас у нас летняя стоит на зимнюю уже с 1 числа. А что касается котельной, то она готова и 25 сентября должен быть подписан акт готовности. Далее мэр покритиковал ЖКЦ по вопросам благоустройства. Необходимо помыть стекла на остановках. Есть вопросы по Добриньевскому кварталу. По теме решения проблем освещения в городе, мэр также высказал замечания. Не может быть выгорящей лампы там, где она может работать. И по обещанию руководителя электросетей в среду должна начаться работа по монтажу солнечных фонарей. Фомичев предложил установить окончательный контрольный срок по решению проблем освещения начала фестиваля «Золотая осень» Славутича. Главный архитектор отсчитался по протоколам поручений, полученных на предыдущих планерках. Зачитал обращения от магазинов фора и жителей города по увеличению мусорных контейнеров на площадке перед магазином. И проговорили вопрос по пешеходным дорожкам. По киевской энергокомпании, поставляющей в Славутич электроэнергию, есть масса вопросов от населения по квитанциям. И в ближайшие дни мы постараемся взять интервью. Ваши вопросы вы сможете задать нам по телефону 23621 рабочее время или на нашей страничке фейсбука круглосуточно. А мы в свою очередь зададим их киевской электрокомпании. Подробнее о планерке смотрите в новостях Славутича в среду и субботу.